Добрый день, уважаемые зрители! С вами Доктор Константин, с вами тема лекции уроков. Следующая точка F4 Junfeng будет невнимательна. Всегда используется первой точкой, одной из первых, которая применяется при всех спазмах нашего тела, либо наших мышц. Помните об этом. Ну, вы знаете, прежде всего, зовут вопрос, ну а что такое спазм? Ну, это боль, либо мышечное сокращение, сопровождающее тем или иными болями. Ну, допустим, бывают боли, ноющие. Вот ноющие боли в ногах. И человек не может с ними ничего поделать. Пожалуйста, данная точка F4 Junfeng вам в помощь. Боль бывает сверлящего характера. Здесь нужно консультировать человека и грамотно задать вопрос. А куда сверлит? В тебя, в человека, либо с человека? Выходит боль с человека, либо заходит? Тут тоже нужно знать, как уметь правильно проконсультировать человека, чтобы он вам помог, чтобы его успокоили человека. А, ну, наружу выходит? Ну, не переживайте, нужно, чтобы эта боль вышла. Мы можем ей помочь. Как мы можем помочь? Вот, пожалуйста, данная точка F4 Junfeng, которая может нам помочь. Боль давящая. Вот человек пришел, потянул затылок, шею, стоит, не может ее повернуть ни вправо, ни влево. Вот, и туловище спазмировало. И вот эта давящая боль, она давит, а он вот чуточку придавил, он расслабился, а потом опять вроде попустил, а потом опять начинает давить. И вот так вот человек до тех пор борется с этой болью, до тех пор, пока месть не может, скажем так, от нее избавиться полностью. И данная точка F4 Junfeng вам всегда в помощь. Невозможно повернуть голову вправо-влево, наклонить вправо-влево. Произошел спазм позвоночного столба. Человек что? Поясничная область спазмировала, что человек не может, скажем так, разогнуться. Вот представьте себе, приходят люди на диагностику, говорят, вы знаете, настолько потянул, подорвал спину, спазмировала спина, что я, говорит, на турник лезу, а туловище не выпускает, насколько спазм сильный. Даже под силой моего веса мышца не может расслабиться. И данная точка F4 Junfeng вам в помощь. Считается, что спазм – это недостаток электролитов в нашем с вами организме. Что такое электролит? Мы уже читали в наших лекциях, что толстый кишечник отвечает за электролиты, либо кишечники отвечают. Ну, представьте себе, нету, скажем так, в аккумуляторе электролита, вследствие чего он недовырабатывает ту энергетику, которую он должен давать, вырабатывать. Обезвоживание организма. Что нужно? Пополнить электролиты. Нужно посмотреть, в каком состоянии мышечный баланс человека. А как мы узнаем? По диагностике 12 меридианов. Представьте себе, вы одним выстрелом можете убить двоих зайцев. Я знаю, в каком состоянии поджелудочная железа, которая контролирует наши с вами мышечные, мышечный каркас человека. Мы знаем, что данная точка Ф4 связана с поджелудочной железой. Мы уже можем что? Сразу же при воспаленности поджелудочной железы данную точку расслабить и спазм расслабиться. При слабости поджелудочной железы и всего организма протонизировать данную точку, что и дать энергии, которой не хватает. Пополнить эти электролиты. Вот на что может, чем может нам помочь, извините, точка Ф4 Джунфэнь. Ну, как всегда, при спазмах желательно, как всегда, еще пару советов вам дам. Обязательно дома надо иметь нефритовую подушку, которая снимает очень хорошо потенциал болезненный. Также нужно иметь аппликатор Кузнецова. Ну и, конечно, при любых спазмах, уважаемый зритель моего канала, помните, уходите, пожалуйста, с постели мягкой на твердый пол с подушечкой и, пожалуйста, спите. Почему? Потому что, когда вы спите на ровном, позвоночный столб полностью расслабляется. Позвоночный столб, мы знаем, что отвечает за все двигательные функции наши с вами, за все рефлекторные двигатели. И что при этом расслаблении будет расслабляться вашим спазмом. Ну и диагностик, как традиционно, 12 миллиардов, вам, уважаемый зритель, в помощь. Не забывайте о турнике. Турник тоже очень хорошо помогает расслабиться человеку. Здесь вот ключевое слово не залезть на турник, потому что там кто-то сказал, а залезть на турник, повиснуть, расслабиться, добиться полностью расслабления. Поверьте, не у каждого это получается. И данная информация вам в помощь. Спасибо за внимание.